ну что же здравствуйте всем салам алейкум большой привет от скалы небольшой сегодня такой вот роличек возник процессе завершения работы это очередная новая коллекция украшений пока без имена я потому что делюсь с вами как говорится из первых уст вот коллекция который точно вряд ли у кого будет но если появится после то она на то и после чтобы быть после это так слову даже не знаешь чего начать в принципе ну наверное что самого интересного самого главного это вот например с колец ситуация такова одна из постоянных уже много лет наших так сказать хранительниц решила для себя сделать заказ подарок брошь виде метлы очень не популярны стали на урале но ее пожелание было таково чтобы метелка как будто бы вы металла ограненные кристаллики скажем так и для этого она предоставила несколько своих старых украшений там было кольцо там была серьга в общем какие-то камешки я выковырял забрал но кольцо которое было там меня очень заинтересовало вот оно было безразмерное на резинке ну как и на спандексе я такого конечно еще хоть не встречал и как только я увидел это колечко но такое довольно таки обширная по размеру габаритная как только я его увидел сразу понял что хочу из него сделать я попросил это колечко покупательница хранительница подарила мне его и вот что в итоге получилось вот такое кольцо из которого прорастают цветки сирени умудрился я даже спандекс обратно вернуть то есть вот и получается но в принципе безразмерное да но очень крупная конечно да не на постоянную я думаю носку я бы даже назвал так называем коктейльным колечком вот но сама идея как по мне она просто обалденная присмотритесь получше то есть вот целый букетик сирени прямо торчит из каждой почти вот отверстие где были эти стразы идея как бы в чем смысл но во первых она по сути уникальна то есть каждое изделие однозначно уникально и самое главное вы даете вторую жизнь своему украшению вот что мне больше всего нравится то есть это кольцо могло валяться и может даже у многих сейчас женщин девушек валяется вот так вот где-то под рукой просто мозоли глаза запросто присылайте к нам что-нибудь дородится вот такой вариант далее немножко касательно серик у меня разбилась любимая трубочка моя который использовал как палочку для мешания она внутри оказалось полая хотя все же был уверен что это просто палочка для перемешивания химических составов растворов она колос пола но от стенки такие толстые отверстие такое маленькое что опять же распилив ее на камнерезном станке я получил заготовочки и в каждую из таких заготовочек я засыпал данном случае вот что же они не хотят друг другом дружить то вставать вот данном случае получается ситуация такова что сейчас пробую свет включить вот так лучше сюда я засыпал но не буду говорить какой скажу что зеленый гранат очень редкий очень очень редкий очень ну на сегодня не буду даже зацикливаться на ценниках но вот в общем такие вот кристаллики я сюда засыпал гранат на букву д а вот сюда гранат альмандин ограненные точно так же вот как кристаллики назовем их так бриллиантовой огранкой они маленькие они очень красные и на солнце прямо все это дело сияет играет как по мне идея обалденно я не знаю где-то уже придумано это или нет ну по крайне в моем случае просто случай помог скажем так и в принципе идея сейчас такова что можно в таком формате наша мастерская скорее всего и будет скала выпускать это дело серьги кольца браслеты да все что угодно в принципе подвески интересные можно делать можно опять же тот же банально виноград виноградной лозой все это обернуть добавить каких-то цветов листиков и так далее то есть декорировать одним словом и можно вообще классно все это обыграть вот серьги эти пока в наличии поэтому на момент дня публикации видео они еще на руках но вероятность того что они долго не задержатся очень велика поэтому имейте ввиду постоянщики назовем вас так хранительницы вот то есть вот такая вот фишечка у нас есть не знаю мне идея кажется обалденной не знаю насколько это как бы прочно ну скажем так это серьги уже с историей опять же сколько я этой любимой палочкой пользовался был уверен что эта палочка для перемешивания раствора а тут она не то что упала и и раздавила я случайно раздавил тумбочкой и она треснула и вот я увидел что опаньки она оказывается полая может даже мысль есть какой-то химик от кого мне она досталась ранее он из нее просто переделал в лабораторную палочку заглушив основание кончик и головку скажем так в итоге получилась такая красота то есть камни на свету просто обалденно сияет не наш пробу свет направить и то есть перспектива опять же в том что можно использовать здесь мы опять же в случае мастерской скала каменную крошку да кто видел посты сразу так добавлю много дискута по этому поводу возникло но я могу одно сказать если кто-то мне мастера гальванисты продемонстрирует что кто-то ранее чем восемь лет назад работал с украшениями декорировал их каменной крошкой гальванопластиками на крошку пожалуйста скиньте ссылку к нам группу мастерская скала дм скала либо мне лично как бы на странице если у вас есть доступ вот и я признаю что я был неправ но я знаю что я прав потому что у нас есть коллеги напарники также ребята из типичного ювелира мы все это пробивали смотрели картины до сувениры да это было на урале всю жизнь но вот именно в украшениях каменная крошка кроме нас не применялась поэтому как бы не надо мне рассказывать сказки и пытаться себя спасти вот есть тут такие мастерские как бы мастера ну ладно от плохого хорошему и самое главное вот это вот красота скажу сразу мой наставник мой учитель как говорится друг иван постников цацки для хороших людей рекомендую ссылку оставлю в описании рекомендую его магазин человек действительно мастер своего дела вот он выдумал вот такие вот основы для колец вот не дешевые скажу сразу естественно ценник у него как бы ну такой хороший поэтому если вы хотите просто вот эти кольца камень и основывание насколько помню спали как его или мельхиор они зильбер по моему да вот если хотите на просто кольца вот такого формата однозначно рекомендую обращаться в цацки для хороших людей постников иван мастер вот выбор агромедный вот виде золотистый обсидиан заиграл здесь обалденно тоже смотрится вот это у нас что-то типа флюорита это яшма всех цветов и расти оттенков уральская насколько я понимаю а здесь уже солнечник и что-то вот еще добавлено ну я так думаю что это ой господи вулканическое стекло ну и вот сюда записался естественно вот золотистый обсидиан но когда я увидел эти кольца я не знаю почему мастер иван одобрил эту тему хотя ему еще не показывал я говорю я хочу кое-что сотворить итоге декорировав их таком формате мы получаем что мы получаем воистину неповторимые украшения и возможно сотрудничество на долгие годы с самим иваном как таковым вот здесь тоже я нашел опять же у самого ивана приобрел нашел говорю отстоял точнее дождался сутки на аукционе на распродаже чтобы купить этот золотистый обсидиан потому что я понял что точнее я не знал поначалу что здесь тоже пехан золотистый обсидиан я просто думал черный золото белое серое такое серебро будет вообще красота вот но потом когда все это дело закончил а кольцо это было не до конца полировано но сейчас принципе такое матировано я начал полировать и бах такой мне в глаз луч бьет золотой ну думаю все это точно судьба должно быть вот такое вот колечко получилось но вот с этим вот флюоритом или это кольцы даже насколько я помню так сложно сказать получилось вот такой вот букетик сирени здесь опять же не знаю видимо сирень моё дерево нравится мне с ним работать очень сложно их сохранять очень сложно я скажу но иногда удается и то есть просто вытащил грубо говоря один камешек одну вставочку и врастил туда сиреньку и получается вот такие колечки то есть неповторимые однозначно уникальные работы природные камень это как говорится и духовная составляющая это как говорится и истинная суть в общем то поэтому вот эту фишечку я однозначно закрепляю сразу всем плагиатором повторяталом и так далее рекомендую не ссуваться в эту тему во всяком случае такого формата это фишечка опять же постникова ивана и бажаева виктора в данном случае это наше совместное назовутворение потому что иван создал и вдохновил а я уже просто незавершенно завершил скажем так вот такое вот колечко с открытой сирени ну и конечно не держался с полузакрытой молодой это еще апрельская сирень вот она еще вся не раскрытая фактически вот один от два цветочка пробиваются ну и пати на классно тоже легла то есть вот она с яшмой прямо смотрится отменно яшма действительно здесь уникальна всех цветов и оттенков и вот мне нравится что иван вот сама идея вот это тонкая работа каждый вот этот вот пятачок натурального камня с рисунком уменьшать в такое пространство размером с клеточку тетради 5 на 5 миллиметров это обалденно конечно очень вдохновенно очень духовно вот соответственно вот таким форматом она дополнилась вот и получается такое вот кольцо сразу скажу по размерам что я делаю выводы у ивана они ну к небольшому сожалению стандартный размер 18 19 то есть нет как бы классика 17 5 к сожалению у меня мизинец 17 5 как правило вот она мне большой то есть соответственно здесь размер 18 может быть даже 18 5 для тех у кого тоненькие изящные пальчики уж совсем прямо 17 5 допустим ли для тех кто желает просто классику носить пальчик у него обычные у нее точнее ну и у него тоже до этого потом к этому перейдем что я понял как видно а если до декорирования цветами или какими-то еще элементами погрузить в раствор гальванического меднения вот это кольцо медь нарастает вот видно вот эти вот скажем так стеночки не зильбера они вообще не были видны но в процессе нароста меди они увеличиваются то есть конечно минус 1 есть они перекрывают большую часть камня но плюс другой что внутренняя сторона кольца тоже уменьшается поэтому тут два варианта либо вы адаптируетесь под то что предлагается то есть 18 не меньше 18 размера не больше 19 вот либо ну отдельно то есть будем еще стараться тестировать делать 17 5 на заказ а может быть и просто как в серию выпускать коллекцию новую однозначно коллекция будет в процессе с иваном начинаем тесно сотрудничать вот но опять же опять же для для тех кто допустим желает какое-то мужское колечко это тоже естественно к ивану просто допустим как печа . ну для мужчины допустим подарок сейчас там 23 февраля на носу 14 до этого и так далее тоже как по мне отменный вариант все классно на белом на лучше будет да вот на белом красивее смотрится то есть вот такая вот красота получается поэтому мы над этим делом еще работаем то есть у меня идей по декорированию масса на эту тему просто я почему показываю этот ролик предварительно потому что хочу зафиксировать эту фишечку сразу за нами то есть это будет авторский проект цацки для хороших людей мастерская скала поэтому всем остальным как бы мастерам ну подумайте прежде чем плагиатить лучше несколько раз вот просто эта ситуация но некрасивая как бы терпим даже не терпим я до последнего молчал по поводу всех этих повторов и так далее но мне уже когда коллега написал что его мастера с логотипом дубовым листочком оскорбили взрослого пенсионера грубо говоря у меня уже как терпение лопнуло никому не позволю старших обижать поэтому вот пусть все имеют ввиду мастеровые которым нравится все это вот не свое хапать вот в общем то поэтому извиняюсь перед покупателями потенциальными перед клиентами перед зрителями так далее что вот немножко отвлекаясь от темы но тем не менее вот как есть просто не хочу ничего скрывать стараюсь быть более открытым для вас так что такая ситуация вот такие в общем-то колечки получились это вот просто чего хочу сказать вот эту тему бы реально не знаем я почему-то она очень сильно понравилась приглянулась прямо вообще вот что на спандексе безразмерное формально говоря кольцо конечно мне кажется она сильно перетянет если вот его там могут на куза на указательные я натяну если конечно спандекс потоньше использовать я тут прямо толстенно использовал на всякий случай то принципе не должно быть проблем это почти что та же тема что с memory проволокой что вот опять же мастерская скала представляет постоянно поэтому вот то есть такая ситуация вот это вот новинки такие легкий обзор скажем так хотя и долгий 15 минут так что вот имейте ввиду все это в процессе появится все это будет ваш интерес как говорится о нашей идее поэтому кому интересно обращайтесь всем пока салам